Майнинговую ферму Майнинговую ферму Майнинговую ферму Делать бизнес, устанавливать ферму, устанавливать серверные комнаты, заниматься иными видами бизнеса в жилом помещении запрещено. Ну, то есть чем-то промышленным, да? Чем-то промышленным, так же, как гостиницей, торговлей и так далее. Александр, вот когда слышишь слово «добыча», говорят именно так, «добывать криптовалюту», то есть некие деньги электронные. Добыча, сразу представляешь, это что-то в глубине сибирских руд, что-то происходит. Можете объяснить для обывателя, а в чем фокус вообще? Зачем столько оборудований, как из них получают какие-то деньги, пусть даже виртуальные? Ну, криптовалюта, она состоит из цепочки блоков, и эти блоки нужно высчитывать. Для этого требуются довольно существенные в настоящее время вычислительные мощности. Почему в состав этой фермы входит, как вот показали, несколько видеокарт? То есть они используются как для обработки видео, так и для высчитывания определенных математических алгоритмов, для чего подходят очень хорошо мощные графические игровые карты. А как эти алгоритмы превращаются в платежные средства? Пользователи, точнее майнеры, они объединяются в пулы. Эти пулы выдают им задания на обсчет, майнеры обсчитывают их и возвращают. Это производится порядка миллиона операций в секунду. А что они считают? Они считают математические задачи, которые потом пул объединяет в блоки. И за это выплачивают им вознаграждение в той или иной криптовалюте. Это может быть биткоин, эфириум, все что угодно. Их более, по-моему, 6 или 8 тысяч уже. А я правильно понимаю, что эти некие электронные деньги, они ничем не обеспечены, и особо не контролируются государством. То есть их Центробанк никак не имеет в виду нигде. Это легальный бизнес? Ну, смотрите. А купить на них можно что-то вполне физическое. Да, купить на них можно что угодно. Правовое поле в отношении криптовалют, оно в настоящее время только формируется. Несмотря на то, что некоторые государства сделали существенный шаг в этом направлении, такие как Сингапур, Швейцария. Япония. Япония в том числе, да. Ну, Китай. Куда же без него. Вот. У нас это дело только формируется. Пока что. Вот. Поэтому по поводу... То есть это пока такая дикая зона. Да. Да. То есть по поводу незаконности добычи я бы так категорично заявлять не стал. Потому что по сути то, что мы увидели в квартире, это всего лишь мощный компьютер. На нем точно так же можно играть детям в Counter-Strike, можно, не знаю, обсчитывать 3D-модели и производить другие вычисления. То есть по сути это большой компьютер. То есть это же непонятно, зарабатывают ли эти люди конкретно криптовалюту или получают за что-то, за какие-то вычисления от кого-то вознаграждения. Да, они могут как непосредственно добывать криптовалюту самостоятельно, так и предоставлять мощность своего компьютера в аренду через интернет. Отследить факт именно майнинга очень сложно, хотя бы потому, что там нет мониторов. То есть нужно подключиться в рабочем состоянии к этому агрегату и увидеть, что там происходит. В общем, где-то люди зарабатывают деньги и поймать их даже невозможно. Но то, что они делают, мы уже вот это выяснили, что то, что они делают, это в квартире, вообще эта техника стоит в квартире в таком количестве, что уже не говорит о том, что там просто кто-то играет. Это уже навевает на мысль, что там в промышленных целях это все. Как соседям, там нет счетчика электрического, работает электрооборудование. Это значит, что люди за чей-то счет, вот, свою технику используют. Плюс к тому, если там случилась протечка, могло быть и короткое замыкание, и все что угодно, это, в общем, опасно. Как соседям, понятели, управляющей компанией или ТСЖ, понять, что в доме вот происходят такие вещи? Для начала давайте говорить о том, что дом был построен там в 70-е годы. И проводка, которая в этом доме была, была ли она модернизирована, не была она модернизирована. Был там капремонт, не было капремонт, мы с вами об этом не знаем. И нагрузка, которая получается в этой квартире, она не рассчитана для использования. Это, ну, на самом деле опасно, может быть, возгорание. Это первое. Второй дом, насколько я понимаю, газовый. Тоже это плохо. На что управляющая компания должна была первой обратить внимание? Это рост расходов электричества на общие домовые нужды, если в данной квартире не было счетчика. А сколько потребляет эта ферма, чтобы понять, ну, насколько выросли расходы этого дома? Я думаю, раза, наверное, в четыре. Они должны были на общие домовые нужды увеличиться. И неужели никто не увидел и не задался вопросом? Здесь вопрос, ну, в объяснении, в оправдании управляющей организации, да, и на самом деле она там неплохая в этом доме. Может быть, расчеты идут напрямую с РСО, то есть, то есть, энергосбыт. Энергосбыт должен был проанализировать или управляющая компания должна была проанализировать. Это вот здесь важно, кто должен был разобираться. Но люди же видят, что у них раньше они платили, не знаю, 800 рублей, а сейчас стали платить 3000. Видят о том, что у них началось увеличение счета, это первое основание для того, чтобы обратить внимание, что что-то происходит и что-то не так. Не обязательно, что это майнинг. Может быть, соседи массово перестали подавать показания счетчиков, либо РСО их перестало снимать. Либо был произведен какой-то перерасчет, на доме не было счетчика долгое время. То есть, не обязательно, но в любом случае, надо обратиться либо к энергетикам, либо к управляющему организацию, для того, чтобы вам разъяснили, что на самом деле происходит. И правильно я понимаю, что нет какого-то четкого алгоритма по выявлению вот таких людей, которые занимаются этим там, где нельзя? Ну, разумеется, конечно. Выявление это новое. Ну, а можно ли человеку понять, что к тебе как-то подключить свою энергию ворует сосед? Только по увеличению счета? Ну, только по увеличению потребления. А идентифицировать вот этого майнера, вот этого криптодобытчика можно или нет? Или это такой анонимный процесс на бирже? Как это происходит? Ну, криптовалюта, она реализуется на биржах. Вот, а идентифицировать майнера, ну, можно только по повышенному расходу электричества, ну, и в летний период по постоянно открытым окнам. И все? И все, потому что там идет повышенная теплоотдача. То есть человек регистрируется на какой-то площадке, это же все происходит в интернете, никаких документов нигде не подписывает, физических носителей никаких нет этих денег? Ну, для майнинга нет, но для торговли и обращения, то есть импортные... То есть нельзя отследить, где взял? Импортные биржи уже запрашивают процедуру «знай своего клиента». То есть запрашивают документы, паспорта, данные места жительства, то есть процедура уже идет банковским путем. А, то есть в момент, когда переводят деньги в реальные? Да. То есть здесь уже нужно... В момент монетизации. А можно человека спрашивают, не знаю, налоговая, подтвердить как-то этот доход, а где ты взял эти деньги? Ну, это, видимо, будет уже следующий шаг со стороны налоговой. То есть никак нельзя, нигде нельзя человека поймать за руку? Ну, фактически. Так вот очень просто. А сколько... Вот скажите, а сколько надо майнить, чтобы заработать, например, на квартиру? Насколько это сейчас прибыльный бизнес? Когда это все началось, очень быстрый был рост, очень большая разница покупки-продажи, и люди очень много на этом зарабатывают, было очень популярно. Сейчас как-то поутихло, ну, по крайней мере, в прессе, это уже как такие рядовые какие-то новости периодически появляются. Насколько это прибыльно сейчас? Ну, здесь в первую очередь нужно смотреть на оборудование, на его новизну, насколько оно соответствует современным реалиям. Вот. Но я думаю, вилка от 5 до 15 процентов. И все упирается, прежде всего, в себестоимость электричества. Почему вот у людей не было счетчика? А оборудование само сколько? Вот сколько нужно вложить на первом этапе? Сколько стоит? Я смотрела, там от 100 тысяч, да? Ой, там хоть от 20 тысяч рублей и выше, там предела установить невозможно. Пока не кончится запас мощности по электричеству, можно набивать ферму оборудованием. А вы не думали, например, такой бизнес устроить? Вы знаете, управляющие компании в понимании жителей, в любом случае жулики и города... И зарабатывали бы себе на дом. Наверное, это неправильно. С точки зрения использования сетей, с точки зрения общедомового имущества, управляющая компания не является ее владельцами. Мы нанятые люди, которые наняли работать в интересах собственников. Это не будет работать в интересах собственников, это неправильно. На взлетке был такой пример. Да-да-да, вот совсем недавно, где подсвятилась ТСЖ как раз. Я думаю, очень много вопросов у собственников ТСЖ. И я думаю, после сегодняшней программы, в числе и мне, как владельцу управляющей компании, будут звонки от собственников жилья, которые я обслуживаю, с вопросом, у нас не стоит такая ферма. Поэтому каждый должен заниматься своим бизнесом. То есть управляющая компания должна обслуживать дома, финансовые организации должны обслуживать и заниматься майнингом, если это разрешено и доступно. Но в промышленных предприятиях, в промышленных объектах, не в квартирах. То есть не в жилых домах. И замечу, что управляющая компания по требованию совета дома, либо жильцов, должны определить порядок, показать жителям, что в подвале, в общедомовом, чердаке ничего не стоит, ничего такого нет. Это открытость. Она должна регламентироваться у управляющей организации, чтобы у жителей не было сомнений. Скажите, я знаю, что видов криптовалюты есть несколько. Какие сейчас самые популярные и чем они отличаются друг от друга? Они отличаются внутренней структурой, то есть алгоритмом, на базе которого они построены. То есть есть определенный алгоритм. На его базе формируется так называемая монета. А как потом их можно вывести на банковский счет? Или что-то купить? Или просто это как платежное средство? Можно что-то купить, использовать как платежное средство. В России? Я помню, что у нас пару лет назад выставляли очень дорогой автомобиль на продажу за биткоины. И потом это все запретили, свернули и сказали, что так нельзя. В Москве устраивали кофейню. То есть тоже не пошло. Дело в том, что транзакция в биткоинах это не виза, это не мастер-карт. До этой скорости пока что еще не дошли. То есть она занимает несколько минут. От нескольких минут до нескольких часов. В зависимости от стоимости. Но все эксперты называют это валютой будущего, что все перейдут на цифровую валюту. Как вы думаете, действительно ли так будет? И насколько это реально, если это деньги, которые ничем не обеспечены? То есть по сути люди ничего не производят, сидят, пользуются электроэнергией, какими-то ресурсами, сами не производят ничего, а вещи покупают совершенно реальные на это. Сейчас многие валюты, скажем так, ничем не обеспечены. А по поводу валюты будущего, это так называемая теория цифровой анархии. Будет все управляться непосредственно самими людьми. Но там же нет какого-то центробанка этих криптовалют. Поскольку центробанка и контроля нет, я думаю, будет жесточайшее противодействие со стороны центробанков всех стран. Но вот вы говорите, что в каких-то странах это разрешенное платежное средство и можно его пользоваться. Там это уже регулируется. Причина в этом. А в России-то тогда, а где они тратят это? За границей то, что они здесь зарабатывают? Причина противодействия государств продвижению криптовалют в том числе, что они не могут это контролировать. Вы можете отправить, например, 20 биткоинов в Китай, и через 15 минут они будут там. И это никто не заметит. А по сути вы сделали перевод на практически 150 тысяч долларов. Ого! Это столько стоит сейчас? Ну, цена перед передачей смотрел 7200 было. 7200-7300. Но сейчас он уже так не скачет, да? Ну, вот этот самый популярный, самый известный вид биткоина. Да, сейчас у него такой нисходящий тренд, и он постепенно снижается. Как защититься людям, ну, самим жильцам в доме, чтобы вот такие успешные майнеры не посягали на их ресурсы? Ну, опять же, давайте повторим то, что необходимо обращать внимание на увеличение цифр в платежке, которую они получают каждый месяц от управляющей компании, либо РСО. Это посторонние шумы, это увеличенная температура, потому что это все оборудование, оно греется. То есть внезапно встал горячий пол в подъезде. Но я читала, что до 120 градусов нагревается. Я поэтому говорю, что горячий пол в подъезде, вы идете домой, и вот что-то изменилось. У нас есть жилой дом, в котором есть офис интернет-провайдера. Там нет никаких майнинговых ферм, но тоже есть серверное оборудование и большие кондиционеры. Это тоже так же плохо для дома, как и майнинговая ферма. Поэтому зло не только майнинг, зло и офисы, потому что очень долго переводили объекты в нежилой фонд, и никто это не контролировал. Жилой дом предназначен для жития, чтобы люди там жили. Вот это самое главное. Все, что мы вынесли. Спасибо большое за комментарии ваши сегодняшние. Я думаю, что хотя бы чуть-чуть нам стало понятнее, что же это за майнинг, криптовалюты, как это выглядит и, ну, в какой-то степени видели сегодня в сюжете на новостях. Делать это не возбраняется законом, но делать это в квартире нельзя. Я напомню нашим зрителям, что сегодня в нашей студии были Роман Бройерман, эксперт в сфере ЖКХ и криптоконсультант Александр Фролов. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова